Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сигнал, значит, оповещение включается в случаях чрезвычайных ситуаций. Это может быть ситуация обрушения дома, обключения электроэнергии или прорыва в теплоцентрале. Предупрежден, значит, вооружен. Система этажного оповещения заработала в Люберцах. Мы на сегодняшний момент практически не легализовали органический продукт на рынке. Поэтому закон его легализует. С января 2020 года покупатель сможет получать настоящий органический продукт. Подробности в ближайшее время. Было очень сложно, потому что нельзя сказать, что соревнования бывают легкие. Во дворце спорта «Триумф» прошел чемпионат Московской области по карате. Сезонно, тренд этого сезона – это черный. Плюс это еще тренд нового года. Новый год уже близко. И в чем его встречать, расскажет Анна Троян. А теперь подробнее об этих и других новостях. Новая неделя началась в городском округе с оперативного совещания в администрации. Руководители управления и ведомств подвели итоги минувших 7 дней и рассказали о ближайших рабочих планах. Подробности далее. Сотрудники полиции представили сводку происшествий. На минувшей неделе в межмуниципальное управление поступило более 1800 сообщений от жителей. 25 обращений стали поводом для возбуждения уголовных дел. Среди раскрытых преступлений – квартирная кража, изъятие наркотиков и задержание мошенника, находящегося в розыске. В настоящее время сотрудники межмуниципального управления Люберецкое идет подготовка к обеспечению общественной безопасности к новогодним праздникам и к Рождеству. О проделанной работе доложили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Выездов по сигналу тревоги за неделю было 35. Справляться с огнем пришлось в шести случаях. Все происшествия без человеческих потерь. Пожар новостройки, строительные леса 3 декабря 2019 года, городской округ Люберцы, поселок Красково, улица Карла Маркса, дом 117, дробь 11 и автомобиль Малах, улица Рельсовая, дом 13. Слаженно работает и система ЖКХ городского округа. Минувшая неделя обошлась без технологических отключений. Работа по капитальному ремонту домов идет в штатном режиме. В этом году в региональную программу вошли 125 МКД. На сегодняшний день отремонтировано 90 объектов. Выполнены такие работы, как ремонт кровли в 49 МКД, работы по фасаду в 43 МКД, работы по замене внутридомовых инженерных систем в 24 МКД. 94 единицы спецтехники и 992 человека приводили в порядок городские и дворовые территории. За отчетный период с несанкционированных свалок вывезено более 20 кубометров мусора. Со 2 декабря по 8 декабря сотрудниками административной комиссии номер 44 по городскому округу Люберцы вынесен два постановления на сумму 180 тысяч рублей за недлежащее состояние и содержание территории. С сотрудниками территориального отдела номер 15 госадом технодзора Московской области вынесены четыре постановления на общую сумму 30 тысяч рублей. Операторы ЕДДС приняли более 9 тысяч звонков от жителей городского округа Люберцы. Большинство обращений, поступивших на горячую линию администрации, связаны с работой жилищно-коммунального комплекса, проблемами экологии, а также качеством уличного освещения. Луизей Газарян, Алексей Андреев, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Первая система этажного оповещения заработала в городском округе Люберцы. Первопроходцами в установке оборудования стали застройщики жилого комплекса «Облака». Систему оповещения проверила специальная комиссия, в составе которой представители МЧС, управление ГООЧС и строительство администрации округа. Вот так сигнал тревоги попадает в систему этажного оповещения дома из единой диспетчерской службы. Будь то стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, оперативные дежурные незамедлительно предупредят об опасности жителей. Сигнал оповещения включается в случаях чрезвычайных ситуаций. Это может быть ситуация обрушения дома, выключения электроэнергии или прорыва теплоцентрали. Чтобы оповестить людей, через центральную систему оповещения мы оповещаем в таком режиме. Значит, у нас существует единая система, местная система оповещения «Клон» и к этой системе подключен дом. Пилотный проект в Люберцах на себе опробовал ЖК «Облака», в котором будут проживать около трех тысяч жителей. Сначала сигнал тревоги поступает в центральный узел системы, расположенный в многоэтажке. В цокольном помещении многоквартирного дома находится узел проводного вещания и оповещение. В дежурном режиме данное оборудование транслирует три программы проводного вещания. Это «Радио России», «Радиомаяк» и «Радио-1 Подмосковья». Если в квартире установлена радиоточка, то сигнал тревоги попадет прямо в приемник, вне зависимости, есть ли в доме электричество. При поступлении сигнала оповещения от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Люберцы трансляция радиопрограмм прерывается и транслируется сигнал оповещения. Вот, пожалуйста, мы отключили от электричества. Приемник работает только по линии проводного вещания. А если радиоточки в квартире нет, о чрезвычайной ситуации сообщат через динамики, которые расположены на каждом этаже высотки. Система служит помощником в предупреждении жителей. В соответствии с федеральным законом номер 68, во всех многоквартирных домах должны создаваться объектов системы оповещения. Прежде всего, безопасность. Сигнал внимания всем обозначает лишь только то, что каждый гражданин, каждый житель должен включить телевизор, приемник, приемник проводного вещания, все доступные средства связи и быть в готовности прослушать ту или иную информацию. Местная система оповещения населения подключена к региональной структуре. В дальнейшем все новые многоэтажки округа начнут подключать к единой системе оповещения. Жители старых домов тоже могут подключиться к ней решением собрания собственников. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 1 миллион 300 тысяч рублей как цена мести. Именно такой ущерб нанесли семейной паре двое мужчин, подозреваемые в разбойном нападении. Злоумышленников задержали люберецкие полицейские. Установлено, что один из злоумышленников в ночное время незаконно проник в частный дом в Малаховке. Угрожая пистолетом, правонарушитель связал хозяев дома и похитил принадлежащее им имущество. После чего скрылся с места преступления на машине, за рулем которой находился его соучастник. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции правонарушители были установлены и задержаны по местам проживания в городе Москве. В ходе обысков в квартирах подозреваемых полицейскими обнаружены и изъяты шесть мобильных телефонов, ноутбук, банковские карты, печати различных организаций, ювелирные украшения, иностранные часы, а также пистолет ПМ, используемый при совершении преступления. Один из задержанных пояснил, что совершил преступление из чувства ревности, чтобы отомстить своей бывшей жене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантам судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Честь офицера и преданность отчизни. День Героев Отечества. Праздник объединяет героев России, Советского Союза, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В городском округе Люберцы сейчас проживает два героя Российской Федерации. Одного из них поздравили в стенах администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы вас приветствуем. Сегодня же у нас праздник, День Героев. О полетах он мечтал с детства. И долгий, кропотливый путь принес свои результаты. Владимир Шушунов испытал более 50 типов самолетов. Проверил 108 различных единиц техники, вооружения и систем управления. Звание Героя Российской Федерации летчику-испытателю присвоили в 98-м году. За мужество и героизм, проявленные при испытаниях. Это я в кино показываю, что так совсем неожиданно. Дмитриевич и сегодня не оставляет любимое дело. Он активно продолжает летно-испытательную работу на должности заместителя главного конструктора предприятия МИГ. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. В дореволюционной России День Георгиевских кавалеров. В настоящее время День Героев России. Для того, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны, во дворец детского и юношеского творчества пришли настоящие герои. Среди них заслуженный летчик России Василий Георгиади. Полковник авиации рассказал о подвигах героев Советского Союза и России. Обсудили, что же включает в себя понятие «защитник Отечества». Юные патриоты исполнили военные песни и театральные постановки. Это, конечно, воспитание в наших детях, уважение к тем, кто сделал эту Россию. Сохранить память, историческую память о событиях, о героях, которые сделали нам мирную жизнь, подарили нам мир. И, конечно же, дети, учащиеся, молодежь, сами стараются исследовать какие-то судьбы. Подобные занятия с подростками поколением в Люберцах проходят регулярно. К памятным датам со школьниками также проводятся исторические часы. Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Волкову исполнилось 90 лет. В честь юбиляра в зале творжеств Дворца спорта «Триумф» состоялся праздник. Поздравить именинника пришли не только друзья и близкие, но и руководство округа. Подробности далее. Его жизнерадостную улыбку знает почти каждый житель Люберец. Несмотря на солидный возраст, Николай Степанович – активный участник общественной жизни округа. Уже 15 лет подполковник в отставке возглавляет Совет ветеранов поселка Калинино. Когда сюда переехали, а сюда переехали в 2000 году, уже почти 9-20 лет будет скоро, не мог я без общественной работы. Я сразу пошел здесь, в отдел к адам. Юбилей Николая Волкова – большой праздник не только для его семьи. Разделить радостное событие пришли люди, которые много лет работают с ним рука об руку. Николай Степанович к всей нашей работе относится очень внимательно. Он очень энергичный, тактичный, доброжелательный. В адрес юбиляра прозвучали поздравления от имени президента России, губернатора Московской области. Ветеран отчествовали депутаты городского округа Люберцы и глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Я никогда не видел вас унывающим. Я никогда не видел вас в каким-то настроении, что-то испортил, ходит, возмущенный, недовольный. Всегда улыбка, всегда позитив. Я искренне хотел бы пожелать в этот день, чтобы у вас какие-то мысли есть, какие-то желания есть, чтобы это все у вас сбылось, исполнилось. Глава Люберец вручил ветерану знак отличия «Благодарю» и пожелал, чтобы через 10 лет Николай Степанович отметил еще один большой юбилей. В округе стало на 18 полноправных граждан страны больше. Свой первый паспорт получили люберчане, которым исполнилось 14 лет. Главный документ россиянина стал для молодежи подарком ко Дню Конституции. Государственный праздник – повод сделать церемонию вручения паспортов более торжественной. Книжки с двухглавым орлом ждали юных люберчан не в паспортном столе, а в Большом зале администрации. Документы и поздравительные адреса новоиспеченным гражданам страны вручил глава округа Владимир Ружицкий. «Паспорт – это основной документ гражданина Российской Федерации. Поэтому права и обязанности, они, конечно, закреплены в Конституции. А вот основной документ, с которым вы будете жить, идти по жизни, учиться, работать и просто путешествовать то ли по нашей родной стране, то ли за рубежами – это есть паспорт». Вместе с паспортом подросток получает возможность быть самостоятельным. С 14 лет он имеет право путешествовать по стране без сопровождения родителей, распоряжаться личными доходами. Но и обязанностей становится больше. Уголовную, дисциплинарную, гражданскую, материальную ответственность молодежи теперь тоже придется нести самостоятельно. 55 лет исполнилось Томилинской школе номер 19. Учреждение уже давно стало стажировочной площадкой для студентов МГАФК. Ученики регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях регионального уровня и имеют многочисленные награды. В свой юбилей школа собрала учителей, выпускников и представителей власти округа. «В школе всегда хорошо, вне зависимости от возраста. Первоклассники 64-го года и первоклассники сегодняшние доказали это наглядно в совместном творческом номере. Учащиеся постарше устроили для гостей юбилея зрелищный концерт». За особые заслуги глава округа наградил благодарностями весь педагогический коллектив и отдельных его представителей. Среди них учитель биологии на пенсии Надежда Винниченко. Главное в воспитании детей, по ее мнению, искренняя любовь к молодому поколению. Такого принципа Надежда Михайловна придерживалась весь свой трудовой путь. В школе она проработала 30 лет. «Работа сложная, но это работа душевная. То есть получаешь удовольствие от этой работы. Потому что душа поет, когда ты получаешь отдачу от детей. Если ты любишь детей, то все получится. Родная школа, добра тебе желаю. И в следующий свой юбилей обещаю еще. Цыганочку станцую я тебе». За 55 лет учебное заведение дало путевку в жизнь более 4 тысячам выпускников. 128 из них вышли из стен школы с медалями за особые успехи в учении. В 2019 году школьники стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской Олимпиады. «Я хотел бы эту школу поздравить с таким красивым юбилеем. Все-таки быть круглым отличником. Не всем дано, а у вас это получилось. Я хотел бы, друзья, всем пожелать искренне вот этого бережного отношения к традициям школы. У школы большое будущее». В скором времени школу ждет второе дыхание. В здании сделают капитальный ремонт, а после его границы расширятся. К учреждению сделают пристройку. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В Доме правительства Московской области прошел молодежный форум инноваций и предпринимательства. Он собрал около трех тысяч юных изобретателей со всего столичного региона. Ребята продемонстрировали свои проекты и приняли участие в открытых лекториях, интерактивной выставке и деловой программе по предпринимательству. Около 500 инноваторов поборолись за кубок губернатора по робототехнике. К слову, у многих участников форума уже есть собственные готовые IT-решения для робототехнических устройств. «Третий раз проводим этот форум. Первый раз была проба пера. Мы думали, будет он востребован или нет, интересно или нет. И каждый год мы видим все больше и больше школ, ребят, педагогов приходят сюда для того, чтобы обмениваться опытом, знакомиться и внедрять что-то новое, полезное и интересное для нашего мира и для нашей страны». Проблемы загрязнения атмосферного воздуха и пути их решения обсудили в администрации городского округа Люберцы. Участниками заседания стали представители межведомственной рабочей группы, созданной при Министерстве экологии Московской области. В нее вошли контролирующие надзорные органы, общественные организации, а также предприятия, которые являются источником выбросов с неприятным запахом. «Сколько начинает работать проект по эко-мониторингу. Это наша подвесная организация со специализированной лабораторией мобильной передвижной. Мы уже начали проводить по некоторым районам, городам Московской области регулярные рейдовые выезды, как дневное и ночное время. По выявлению большого количества мест несанкционированного сжигания отходов, мусора, источников выбросов уже порядка 15 или 18 демонтировано за этот год, работа будет продолжена». Люберцы вошли в пилотный проект Министерства экологии и природопользования Московской области. До конца декабря в округе будет установлено 8 датчиков для круглосуточного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. С 1 января 2020 года вступают в силу закон об органическом земледелии. Согласно новым требованиям, производители экопродукции обязаны получить сертификат у аккредитованных организаций. Иначе их товар исчезнет с прилавков магазинов. Эти и многие другие изменения обсудили в учебном центре агрохолдинга «Поиск». На семинаре побывала и наша съемочная группа. Не только крупная селекционно-семеноводческая компания, но и площадка для получения новых знаний и новых знакомств. На протяжении многих лет агрохолдинг «Поиск» проводит научно-исследовательскую работу. С собственными открытиями и достижениями специалисты агрофирмы делятся с коллегами и потребителями. Очередной семинар, посвященный органическому земледелию, собрал ведущих селекционеров страны, опытных фермеров и производителей семян. Эта тема актуальна, востребована жизнью, потому что сегодня очень большая пестицидная нагрузка на выращивание овощей. И наша компания уделяет самое серьезное внимание этой проблеме. Что посеешь, то и пожнешь. Органическое овощеводство возможно только при наличии органических семян. В производстве агрохолдинга «Поиск» нет места химикатам и вредным веществам. Для руководства компании важно, чтобы при выращивании гибридов их партнеры придерживались такой же позиции. Мы обязаны применять в своем производстве только органические семена. Либо семена в порядке исключения, не обработанные химическими препаратами. И вот на этой, скажем, почве мы начали сотрудничать с компанией «Поиск». И мы уже по первым сортам и гибридам получили очень такие неплохие урожаи. Несколько тонн тепличного огурца, 7-8 тонн органические томаты черри. Они очень высокого качества получились. Работать по такому принципу после Нового года обяжут всех. С 1 января вступает в силу закон, который уберет с прилавков псевдоорганику. Производители гибридов овощей и фруктов и сами фермеры должны доказать, что приставка эко- или био в их продукции не ради красного словца. Мы на сегодняшний момент практически не легализовали органический продукт на рынке. Поэтому закон его легализует. То есть мы теперь будем знать, что органический продукт в России есть. Будет запущен еще такой процесс, как сертификация. Сертификатор приезжает к вам и смотрит, соответствует ли ваша земельная актива. Как у вас содержится животное. Как вы производите продукцию и перерабатываете. Органическая продукция должна соответствовать национальным стандартам. Что можно применять в производстве, какие компоненты противопоказаны, участники семинара узнали у ведущих специалистов. Для нас это очень актуальный вопрос, потому что у нас находится производство в экологически чистом районе. И я думаю, что мы будем полезны производителям в плане поставки сырья. Холдинг-поиск интересен тем, что он первой из российских семеноводческих компаний и занялся темой органики. Так как мы работаем в принципе в поле будущих органических удобрений, то мне было интересно послушать, во-первых, законодателей моды. Впрочем, изменения в законодательстве агрохолдингу поиск не страшны. Работа компании изначально нацелена на производство полезной продукции. Более 600 сортов и гибридов, созданных на базе предприятий, активно используют не только на любительском рынке, но и в товарном овощеводстве России. А это прямой путь к здоровью и долголетию. Луиза Егезерян, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Компания по производству одноразовых медицинских, гигиенических и косметических изделий работает в городском округе Люберцы. Она расположена на территории индустриального парка Малаховский. Производственные мощности и работу предприятия оценил глава муниципалитета Владимир Ружицкий. От влажных салфеток в индивидуальных упаковках до средств по уходу за кожей и гигиенических принадлежностей. В этой компании производят то, чем ежедневно пользуется каждый из нас. Гордость предприятия – обширные парки инновационного оборудования от ведущих мировых производителей. Это фасовочно-упаковочное оборудование, которое позволяет нам упаковывать кремы, гели, пастообразную продукцию, а также фасовать кремы, гели, пастообразную продукцию не только в Саше, но и во флаконы. Мощности предприятия позволяют выпускать до 1 миллиарда единиц продукции в год. Весь процесс производства от выбора сырья до конечного продукта проходит в этих стенах. Современное предприятие, именно предприятие сегодняшнего дня, оно соответствует всем мировым стандартам. Есть некая, я скажу так, без всякой правды, гордость, что у нас это есть, и это делается у нас. Продукция компании распространяется по всей территории России и за ее пределами. Среди партнеров предприятия – Министерство обороны, здравоохранения, крупные авиакомпании и сетевой маркетинг. В Московском областном центре охраны материнства и детства прошел мастер-класс для детских хирургов. Люберецкие врачи поделились опытом в проведении эндоскопических операций при врожденных пороках развития. За процессом хирургического вмешательства участники конференции следили в онлайн-режиме. Наша съемочная группа побывала по обе стороны трансляции. Московский областной центр охраны материнства и детства – единственное учреждение в Подмосковье, где проводят операции новорожденным. Опытные врачи берутся за самые сложные случаи – спасают недоношенных детей, которые появляются на свет с пороками развития. Сейчас на операционном столе четырехмесячный ребенок с отрезией пищевода. Девочка оказалась в руках хирурга уже во второй раз. Первая операция была у нее в первый день жизни. «Ребенок бы не смог жить, потому что это порог, который несовместим с жизнью. То есть ребенку, да, пищевод был закрыт, она не могла питаться, там все сделали, все открыли. Она начала сама понемножку кушать, ее перевели вот сюда, в отделение хирургии новорожденных. Нас выписали домой, чтобы мы подросли, набрали вес и вот вернулись для повторной операции». Пока мама в волнительном ожидании, за ходом операции поэтапно следят специалисты со всего Подмосковья. Такая живая видеоконференция прошла по инициативе люберецких врачей. Передовикам детской хирургии есть чем поделиться. «Будет еще две очень уникальные операции, причем одна из них – это так называемая диафрагмальная грыжа. Это патология, которая встречается не так часто, но при этой патологии смертность у детей, если в первые часы жизни, в первые дни жизни не оказать помощь ребенку, она достаточно высокая. Все эти оперативные вмешательства проводятся без разреза, а методом эндоскопии». Кроме российских врачей за работой хирургов, по телеконференции наблюдали эксперты из Индии и Франции. У всех участников мастер-класса была возможность задать вопрос в операционный зал. «Сегодняшняя тема – хирургии новорожденных, хирургии вырожденных пороков. Это своеобразная лакмусовая бумажка уровня коллектива. Коллектив этого учреждения, по сути, Центр охраны материнства и детства, он, в общем-то, демонстрирует нам самую хорошую и высокую практику». За 10 месяцев этого года через отделение хирургии новорожденных прошло около 600 младенцев. Специалисты Центра успешно провели более 150 операций. Учреждение оказывает помощь не только жителям Московской области. За сложными операциями сюда приезжают пациенты из различных регионов и даже из-за рубежа. Луиза Игязарян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. «Новые горизонты возможностей» – необычная шоу-программа под таким названием собрала в Пушкинском районе сильных духом людей, тех, кого не сломила судьба. Участники мероприятия – инвалиды-колясочники, которые смогли преодолеть себя. Активисты областной общественной организации инвалидов «Колесница» на сцене показали свои таланты. Быть крутым баскетболистом можно, даже если у тебя ограниченные возможности здоровья. Это доказывает единственная в регионе баскетбольная команда на колясках из Люберец. На протяжении пяти лет спорт помогает парням справиться со всеми жизненными сложностями. В необычной шоу-программе колясочники показали навыки активного образа жизни, творчества и паралимпийские виды спорта. 17 участников, 12 из которых – жители столичного региона. Удивили зрителей своими способностями. Многие из них имеют спортивные звания и разряды. Чемпион Подмосковья 2017 года, чемпион Подмосковья 2019 года по армрестлингу. Сила воли. Уже 13 лет сижу на коляске. Я не отчаиваюсь. Я везде выступаю, на всяких мероприятиях, куда только не езжу. Сложности во всем есть. Это, конечно, все долго, трудоемко. Все-таки надо знать, как это делать, что делается. Не дай бог порвать связки или сломать руку. Новые горизонты возможностей – это продолжение знаменитого фестиваля «Богатыри Подмосковья». Шоу-программа инвалидов-колясочников пока уникальна в своем роде. Это первый такой опыт вообще в Российской Федерации. Я думаю, что буду продолжать. Конечно, хотелось бы дальше развивать и тиражировать, гастролировать. Планировал создать эту программу на премию губернатора нашей Подмосковья. В этом шоу победитель каждый. Все участники получили подарки от Министерства социального развития Московской области и администрации Пушкинского района. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Более 400 спортсменов из Центрального федерального округа съехались в Люберцы, чтобы пройти отбор в сборную Подмосковья. Открытый чемпионат Московской области по карате «Сето-Кан» прошел во Дворце спорта «Триумф». С победителями знакомилась Анна Троян. Мастер спорта России, двукратный чемпион Европы. Люберчанин Леонид Баранников и на этих соревнованиях одержал победу. Девиз воспитанника спортивной школы «Быть завтра лучше, чем сегодня». Плюс постоянные тренировки помогают юноши не останавливаться на достигнутом. Было очень сложно, потому что нельзя сказать, что соревнования бывают легкие. Очень приятно, очень почетно, очень ответственно, потому что форму надо поддерживать такую, чтобы оставаться чемпионом всегда. Из всей группы был самым младшим и самым слабым. Я хотел всем доказать, что я чего-то стою. Вот, собственно, из всей группы остался на плаву один я, и таких результатов добился только я. Ситакан – родоначальник каратэ. Отличается особой техникой ударов. В Люберецком округе последователей древнейшего единоборства много. Из тысячи спортсменов на открытом первенстве Подмосковья выступили 90 каратистов. Всего на чемпионат съехались 400 спортсменов из столичного региона и Центральной России. Все они мечтают попасть в региональную сборную, чтобы выступить на первенстве страны. Эти соревнования являются отборочными для формирования сборной команды Московской области, для участия в Центральном федеральном округе, а дальше и в чемпионатах в первенстве России. Здесь идет формирование сборных команд, и нам очень вдвойне приятно, что это проходит на Люберецкой земле. Это очень важно для нас, потому что люберецкие спортсмены, если будут выступать дома, конечно, результат должен быть лучше. На татаме вышли все возрастные категории, чтобы дойти до финала участникам открытых соревнований. Предстояло по круговой системе несколько раз показать свои способности в поединках. По итогам соревнований сильнейшим каратистам присвоили спортивные разряды. Победителям вручили кубки и медали чемпионата. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Красковском культурном центре подвели творческие итоги года. Гала-концерт фестиваля «Зимняя радуга талантов» объединил на одной сцене лучшие детские коллективы округа. Вместе со зрителями успехи начинающих артистов оценивала наша съемочная группа. Пестрые, как новогодние игрушки, танцевальные номера чередовались на Красковской сцене со сдержанными выступлениями вокалистов. «Зимняя радуга талантов» собрала в одну новогоднюю гирлянду самые яркие люберецкие коллективы. Участников фестиваля не загоняли в тематические рамки. Коллективы решали сами – показаться перед зрителем в обличии узнаваемого персонажа или удивить аллегоричным образом. Ансамбль «Жар-птица» обратился к традициям древних славян. Постановка вслед за солнцем и упорные тренировки привели малаховских танцоров в ряды лучших артистов округа. «Мы репетируем почти каждый день. Например, вот сейчас, сразу же после этого концерта, мы едем на репетицию к завтрашнему концерту». В этом году организаторы фестиваля получили более ста заявок на участие. Два отборочных тура определили лучших мастеров хореографического и вокального искусства. В список участников галоконцерта попало около 20 коллективов. Жюри оценило и другие таланты юных люберчан. Успехи в декоративно-прикладном творчестве и изобразительном искусстве не остались незамеченными. «В фестивале очень большая история, ему более 20 лет. И с каждым годом уровень профессиональный наших детей растет. Вот это поколение – очень талантливые ребята». «Зимняя радуга талантов» доведет до больших сцен. Диплом лауреата фестиваля – это аттестат зрелости для творческих коллективов. Его обладатели получают путевку на участие в конкурсах областного, всероссийского и международного масштабов. Если Дед Мороз не идет к люберчанам, то люберчане идут к Деду Морозу. Главный зимний волшебник ждет гостей в городских парках. Здесь работают его мастерские. Среди первых посетителей одного из сказочных резиденций оказалась наша съемочная группа. Дед Мороз не заставил себя ждать. До Нового года еще несколько недель. Но в мастерской волшебника уже горит свет. Хозяин сказочной резиденции встречает первых гостей. Люберецкие малыши спешат лично рассказать Деду Морозу о своих новогодних желаниях и отрепетировать выразительное чтение стихов. На крыше, на крылечке, солнце в небе голубом. В нашем доме топят печку, в небо дым идет столбом. Главные подарки впереди. Но без сюрпризов зимний волшебник не оставит малышей уже сейчас. Для своих гостей Дед Мороз подготовил творческие мастер-классы. Его помощники помогут смастерить новогодние открытки и игрушки на елку. Но и это еще не все. Мастерская – это такой уютный домик, куда всегда можно прийти, отлично провести время, сфотографировать с Дедом Морозом, естественно, отправить ему и написать здесь же письмо. Это такой дом, где вас всегда ждут. Мастерские Деда Мороза расположились в Центральном и Наташинском парках. Их двери будут открыты каждые выходные и праздничные дни с 12 до 18 часов. Анна Троян, Дарья Борисова и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. До нового 2020 года осталось чуть больше пары недель. Все готовятся к встрече волшебного праздника. Наш корреспондент Анна Троян не осталась в стороне от предновогодней суеты и узнала, как лучше всего отправить свободный выгул в желтую свинью и в чем встретить белую металлическую крысу. В торговых центрах Аншлаг все спешат за подарками, угощениями на стол и, конечно, праздничными нарядами. Астрологи уверяют, важно не только как мы встретим символ года. Животные талисманы и нас встречают по одежке. Самый любимый и волшебный праздник все ближе. И я уверена, вы полностью не готовы к торжеству. Наряды нужно подбирать уже сейчас, пока вешалки не опустили. Как встретить символ года во всеоружии и блистать новогоднюю ночь. Давайте разбираться. 2020 год белой металлической крысы. Под умного и хитрого зверька придется подстроиться. Отличный вариант серебристая одежда. Но все же главный цвет года белый и все его оттенки. Модные пастельные и не только. От молочного до бежевого все оттенки светлых тонов. Также это люрекс преобладает, металлизированные нити, цвета антрацита, серые цвета. Также не запрещены оттенки черного, зеленого, графитового и коричневого. Это может быть и люрекс, и атлас, и вкрапление металлизированных нитей. Конечно же, это может быть и пайетки. Гамма актуальна как для мужчин, так и для женщин. Однако у прекрасной половины человечества может возникнуть недоумение. А как же яркие цвета и броские принты. Спокойно. Хозяйка года 2020 несомненно одобрит цвета травы, земли, сочных ягод и фруктов. Зеленый, голубой, розовый, пурпурный, желтый, коричневый. Да, выбор велик. Крыса-женщина, поэтому рекомендует всем особым своего пола встречать 2020-й в платьях. Этот наряд беспроигрышный. На крайний случай надевайте юбку в миксе с верхом из предложенной цветовой гаммы. Отмечайте праздник у стен Кремля, выбирайте белоснежную верхнюю одежду. Если все это вам не по душе, оденьте маленькое черное платье и символ года, несомненно, останется доволен. Безусловно, тренд этого сезона это черный, плюс это еще тренд нового года. Вот вам в исполнении бархат, плюс блестящие детали. Все собрано в этом одеянии. Также оттенки серого, о которых мы говорили. Металлизированная нить. Также оттенки есть еще и более яркие, то есть это беш с проплением люрекса. Больше металла, больше! Блестите и блистайте с ног до головы. Металлическая белая крыса точно одобрит. И не забудьте про аксессуары. Они отлично дополнят ваш ослепительный образ. Это тоже должно блестеть. Это может быть золото, серебро, стразы, камни. А вот в чем точно не стоит встречать хозяйку новогоднего бала, так это в красном. Знак огня и опасности. По табу попадают трендовые кошачьи и змеиные принты. Тщательно продумайте образ и капризный символ года. Обязательно принесет удачу. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Больше подробностей смотрите на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова